В эфире канала Россия итоговая информационная программа событий недели в студии Ашемес Пхешков. Доброе утро. Глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов провел заседание оперативного штаба Карачао-Черкесии, на котором был принят ряд дополнительных мер, направленных на профилактику COVID-19 в регионе. Он подчеркнул, что ситуация по коронавирусу стабилизировалась, однако при этом нет и стойкого спада. По данным управления Роспотребнадзора, сохраняются предпосылки для очередного осложнения ситуации. Это, безусловно, низкий уровень вакцинации, а также несоблюдение гражданами личных мер предосторожности, в первую очередь масочного режима. И для уменьшения контактов, обеспечения двухнедельного разобщения потенциальных источников инфекции, зимние каникулы у школьников начнутся досрочно 25 декабря. С 25 декабря приостановлено проведение предновогодних коллективных мероприятий. Предприятия общепита должны работать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, а также ограничить количество посетителей из расчета 1 человек на 4 квадратных метрах. В соответствии с решением Роспотребнадзора сокращаются сроки действия отрицательных ПЦР-тестов для посещения общественных мест до 48 часов. Принято также решение об открытии пункта вакцинации в двух крупных торгово-развлекательных центрах Черкесска. В связи с этим контроль наличия QR-кодов или свежего ПЦР-теста будет осуществляться на входе в торговые точки ресторана и кинотеатра, которые располагаются в торговых центрах. 12 декабря страна отметила День Конституции. В Черкесске в этот день прошло праздничное мероприятие, на котором глава Республики Рашид Тимреза вручил государственные награды. С подробностями Али Баташев. В зале торжеств царили радость и волнение. Оркестр играл неувидающую классику, а награды и медали ожидали своих победителей. Ровно 28 лет назад был принят основной закон страны. Конституция стала важным этапом в становлении современного российского демократического государства. И сегодня она надежно защищает права и свободы каждого жителя страны, отметил Рашид Тимрезов, открывая мероприятие. В прошлом году, в том числе и жители нашей республики, как и в целом всей страны, очень активно приняли участие в поправках к нашему основному документу, который действительно сегодня отвечает всем самым современным реалиям и требованиям. Мы должны укреплять демократические институты, искать эффективные пути развития экономики, улучшать качество работы органов региональной и муниципальной власти, совершенствовать социальную сферу. Каждый присутствующий сегодня в зале своим упорным трудом вносит вклад в обеспечение стабильного развития и просветания нашей республики и, конечно же, Российской Федерации. По-прежнему острым остается вопрос по борьбе с ковидом. На передовой с первого дня стоят медицинские работники, каждодневно спасающие жизни и здоровье людей. Рашид Тимрезов вручил орден Пирогова биологию Центра гигиены и эпидемиологии Республики Людмиле Середа. 12 врачей были удостойны медали Луки Крымского и за заслуги перед Отечеством второй степени. Еще трое получили благодарность президента Российской Федерации. Я хочу искренне поблагодарить Рашиду Бориспеевичу и правительству врача Черкесской Республики за внимание, которое учляется нам, простым дружинникам в республике. Я хочу пожелать нашей республике, что мы благополучно, достойно вышли из этой тяжелой пандемии, с малыми потерями и приступили к нормальной, спокойной жизни. По поводу сегодняшней награды, что я могу сказать? Во-первых, это очень неожиданно. Вчера вечером мне уже позвонили и предупредили, чтобы я пришла на торжество. Поэтому я безумно рада. И сотрудники могли сохранить это все в тайне. Это вдвойне радостно. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в республике, активно развиваются и другие отрасли экономики, культуры и социальной сферы. Звание народным писателем Карачаева Черкесии был удостоен Ислам Хубеев. Любой труд должен быть, во-первых, оплачен, а во-вторых, он должен быть признан. И вот это признание, наверное, для любого работника, любой сферы, это к месту. И я думаю, что это хороший стимул трудиться еще лучше. В этот день государственные и региональные награды получили 36 жителей республики. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. В Черкесии прошла церемония награждения работников печатных и электронных средств массовой информации. Были отмечены лучшие авторские материалы по освещению межнациональных, межконфессиональных отношений. В числе победителей и сотрудники нашей телерадиокомпании, специальный корреспондент отдела публицистики Галина Алиева и корреспондент программы Вести Карачаева-Черкесия Фатима Даурова. Также на конкурсе представили материалы на родных языках. Собравшимся вручили грамоты, подарки и денежные премии. Организатором конкурса выступило Министерство по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Карачаевой Черкесии. Конкурс будет традиционным и мы будем улучшать качество и работу улучшать и просить коллег наших, чтобы они более активные еще были. И кроме того, современные реалии развития цифровых технологий требуют этого. То есть в новом году конкурс будет чуть переформатирован. Я хочу сказать слова благодарности в адрес нашего министерства, потому что такое неоднозначное, сложное для всех время находится и желание, главное, наверное, и возможность отметить моих коллег, журналистов и печатных СМИ, и электронных СМИ. И как-то поддержать их таким образом, простимулировать. Тем более, я считаю, что такие конкурсы должны проводиться. Это большой стимул для журналистов, особенно у молодого поколения. А взаимобогащение культур в нашей республике, ну, мне во всяком случае, несложно. Потому что люди у нас удивительные живут, добрые, открытые, радушные, готовые впустить не только в свой дом, в свою историю, в свою душу. Общественная палата Карачаева-Черкесии празднует свой юбилей 10 лет. Слова поздравления в такой празднике адресовали первые лица республики, представители министерств, ведомств, общественные и религиозные организации. С подробностями Фатима Даурова. На торжественном мероприятии в честь десятилетия общественной палаты Карачаева-Черкесии спикер парламента республики Александр Иванов поприветствовал членов организации от имени главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова и парламентского корпуса. Он подчеркнул, что благодаря огромному опыту были реализованы многие инициативы, направленные прежде всего на улучшение жизни людей и развитие региона. За время своей работы члены общественной палаты показали свою компетентность, профессионализм, способность к оперативному решению актуальных вопросов жизни республики. Это развитие межнациональных отношений, противодействие коррупции, вопросы экологии, здравоохранения, культуры, образования. Общественная палата стала действенным органом качественной экспертизы, в том числе и прежде всего законопроектов, а также эффективной площадкой для диалога между гражданами и властью. Александр Иванов вручил активным общественникам благодарности главы республики и почетные грамоты Президиума Народного Собрания. Вера Молдаванова, стоявшая у истоков создания и формирования палаты, как структуры в целом, и возглавляла ее в течение трех созывов, поздравила своих коллег с юбилеем. В течение этих 10 лет мы, конечно, старались все социальные проблемы, все социальные вопросы, которые поднимало население перед общественной палатой, выносить на обсуждение с приглашением всех руководителей государственной власти и Народного Собрания, где всегда, я хочу сказать, была обстановка очень доброжелательная, в которой государственная власть объясняла, разъясняла и принимала все предложения, которые поднимала общественная палата. Поэтому я благодарна всем прием-составам общественной палаты. Люди, конечно, с воодушевением поднимали эти вопросы, обсуждали, невзирая на то, что они были очень заняты своей повседневной работой. За 10 лет членами общественной палаты были специалисты и руководители, представители общественных организаций, трудовых коллективов, врачи, педагоги, молодые активисты, которые выполняли общественную работу по зову сердца и долга. В качестве полномоченного по правам ребенка и в качестве председателя избирательной комиссии республики все 10 лет работы общественной палаты были у меня на глазах. И мы видели, как становился и креп этот очень важный институт развития гражданского общества. Как здесь сформировалась площадка, где люди с самыми разными мнениями, убеждениями, взглядами находили выход из сложных ситуаций, решали актуальные проблемы, которые волнуют каждого жителя республики. Председатель общественной палаты Карачаева-Черкесии Елена Лешова, поздравляя своих коллег, подчеркнула, что на сегодняшний день общественная палата – это сплоченный многонациональный коллектив, активно взаимодействующий с органами власти и населением республики. Что в поле зрения палаты были и остаются все сферы деятельности, как социальное предпринимательство, развитие территориального самоуправления, волонтерство, патриотического воспитания молодежи, охрана окружающей среды. Наша деятельность нацелена на улучшение жизни и благосостояния наших граждан. Двери общественной палаты всегда открыты, мы всегда рады, когда приходят к нам, обращаются, участвуют в наших различных мероприятиях. Фатима Даурова, Алибастана, Вести, Карачаева, Черкесия. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Присутствие Лермонтова на Кавказе чувствуется всегда. Велик, богат Аул Джемат. Он никому не платит дани. Его стена ручной булат, его мечеть на поле брани. Строки из поэмы Хаджи Абрек Михаила Лермонтова высечены на граните в Тиберде, недалеко от карачаевского селения Джемаат, который он описывает в произведении. Насладиться творчеством великого поэта всех желающих пригласили на выставку в визит-центр Тибердинского национального парка Лермонтов на Кавказе. приуроченную к международному Дунью Гор. И уже в фойе живая музыка создала атмосферу праздника. Всех собравшихся поприветствовал директор Тибердинского национального парка Олег Динаев. Все мы знаем его как поэта, но он, оказывается, был и талантливым художником. Несколько слов хотелось сказать об инициаторе этой выставки. Правда, он ушел из жизни, мы его помним, любим. Это у нас Захаров, у которого была мечта у нас на территории этого прекрасного зала сделать музей Лермонта. Но, к сожалению, он не успел все это сделать. Но мы продолжаем его идеи и, надеюсь, вам понравится. Даже хорошо знающие биографию и творчество поэта в этот день узнали что-то новое о Михаиле Лермонтове. Когда он шел в атаку, он снимал китель красным, красной атласной рубашки. И никто его из горцев не стреляли. Говорили, это русский Ашух, это поэт. Его не стреляли и он умер не от рук. Его же послали на Кавказ, чтобы он здесь был погиб, но он остался жив. Но такой случай, что он умер, но не от рук, горцев, которые его богатворили, уважали. А затем руководитель Тибердинского нацпарка вместе со школьницей разрезали красную ленточку. Пожалуйста, пожалуйста. Кто ты? Вечтвое опасно. Тебя послал мне ад или рай. Чего ты хочешь? Ты прекрасна. Отрывок из поэмы «Демон» представили собравшимся артисты Центра культуры Тиберды Театра Маски. А затем начальник отдела по развитию экологического туризма Тибердинского национального парка Марк Греков повел всех в увлекательное путешествие в мир творчества Михаила Лермонтова. Вы знаете, за свою недолгую карьеру он написал 14 картин маслом, около 50 акварелью. И до наших дней дошли около 300 зарисовок карандашом, тушью, карикатур, каких-то его жанровых сцен. В общем, у него довольно-таки колоссальное портфолио. В жизни и творчестве Лермонтова Кавказ сыграл не просто значительную роль, а стал основополагающей темой, проходящей, видимо или невидимо, через всю судьбу поэта. Этот интерес был обусловлен несколькими причинами. Михаил Юрьевич бывал в этих краях неоднократно, начиная с детских лет. Впервые Михаил Лермонтов побывал на Кавказе шестилетним ребенком, когда бабушка Елизавета Арсеньева привозила его на воды, чтобы поправить здоровье внука. Кавказские горы, необычайная природа и люди поразили Лермонтова до глубины души, а его произведения впечатляют читателя уже много-много лет. Родившись более 200 лет назад, Михаил Лермонтов и по сей день остается одним из самых известных и любимых поэтов. Он прожил всего 26 лет, успев за такое короткое время создать множество гениальных творений, которые заняли свое почетное место среди лучших произведений российских авторов. Алладинаева, Алий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В КЧГУ имени Умара Алиева при поддержке Министерства по делам национальности, массово-коммуникациям и печати Карачаева-Черкесии прошла региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы изучения и сохранения языка, быта и культуры карачаевского народа», посвященная 130-летию со дня рождения классика карачаевской литературы Исмаила Семенова. Алихан Лепшоков подробнее. Сегодня каждый из нас должен вносить свою лепту в сохранение родных языков, что напрямую связано с будущим каждого народа. Открывая пленарную часть конференции, ректор КЧГУ имени Умара Алиева Таусултан Узенов отметил, что такие научные формы позволяют найти пути в решение проблем изучения родного языка, и это, возможно, позволит улучшить качество его преподавания в образовательных учреждениях. Проблемы, сегодня заявленные в нашей конференции, являются очень важными и значимыми. Сегодня только ленивый и равнодушный не ставит вопросы, куда мы идем. Регресс или прогресс нашей культуры. Сегодняшняя наша культура, национальная культура, карачаевская культура, вместе с культурой других народов Карачаево, Черкесии, Северного Кавказа переживают глубочайший кризис или же, наоборот, возрождение. Поверьте, есть аргументы и туда, и для обратной точки зрения. Наша задача – поддерживать подобные научные конференции. И сегодня особо значимо, что в нем принимает участие вся общественность республики, отметил министр по делам национальности и массовым коммуникациям печати Карачаево-Черкесии Альберт Кумуков. Он также рассказал о работе по созданию книги-сказки народов Карачаево-Черкесии на пяти субъектообразующих языках республики. В первую очередь я хотел бы поблагодарить Карачаево-Черкесский госуниверситет за то, что откликнулись для проведения нашей конференции. Ведь проблема изучения языков, она актуальна для всех народов Карачаево-Черкесии. И мы не понаслышке знаем, что именно Карачаево-Черкесский госуниверситет в лице этого Султана Бекирыча делает все возможное для сохранения языков наших народов. Важно отметить, что данная конференция посвящена 130-летию со дня рождения известного классика карачаевской литературы Исмаила Семенова. Джерче Самоил, как его называют в народе, навсегда вошел в историю литературы как мастер поэтического слова и народным певцом, песни которого продолжают исполнять и сегодня. Любовь к восточной поэзии Исмаилу наследовала от отца, кратной словесности от матери. Его учителями были родители. Мать поэта Джулдузхан Беджиева была сказительницей. Она порой разговаривала стихами собственного сочнения. Отец Унух знал арабский язык. Собравшись, отмечали уникальность творчества Исмаила Унуховича Семенова. Его произведения богаты своей национальной самобытностью, но также особо важно выделить духовное составляющее его стихотворений. И даже мы можем сказать, что он был богословом. Хоть он и скрывал это все, но он в своих стихах, когда есть один стих, я его прочитал, обращение к Аллаху. Какими словами он обращается к Аллаху, человек указывает на его уровень понимания ислама и уровень сознания. Человек глубоко был верующим человеком. Также отметил важность изучения родного языка и мэр Карачаевский Альберт Доттаев. В свою очередь пожелал успехов в работе в конференции заместитель председателя общественной организации Карачаиланхалк Сулейман Баташев. После чего победителям республиканского конкурса чтецов стихотворений Исмаила Семенова, который прошел на базе КЧГУ, вручили сертификаты. Также ребята прочитали стихи народного поэта. А еще для всех участников конференции была организована выставка декоративно-прикладного искусства и книг с произведениями Исмаила Семенова. Али Халеб Шоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. В Хабезе прошла первая научно-практическая конференция «Бимурзовские чтения», посвященная памяти черкесского поэта с мировым именем лауреата Международной кондуровской премии и члена Союза писателей России, заслуженного учителя и народного поэта Карачаева-Черкесии Мухадина Бимурзова. Фатима Даурова подробнее. Участников конференции в фойе Хабезского дворца культуры встретила книжная выставка, посвященная трудам известного писателя, и каждому из присутствующих было вручено издание с материалами предстоящей научной встречи. Идея проведения первых бимурзовских чтений принадлежит Минацу Республики совместно с общественной организацией Адыгахаса Черкесский парламент. Почему Мухадин Хамидович именно бимурзовский чтений? Да потому что он внес значимый вклад в дело сохранения родного черкесского языка и литературы. На протяжении долгих лет работал в школе. Подготовил множество писателей, журналистов, учителей, которые в будущем продолжают его работу и настоящую. В работе конференции приняли участие представители Министерств Республики, научных и образовательных учреждений, общественных организаций, администрации района, учителя родных языков, ученые из различных регионов России. Было заслушано более 30 докладов и выступлений. Они были посвящены творчеству выдающегося черкесского поэта современности Мухадина Бимурзова, вопросам литературоведения и фольклористики, проблемам сохранения и развития родных языков. Творчество Мухадина Бимурзова многогранно. Нет, наверное, ни одного направления в человеческой жизни, которое не коснулось его творчества. Это любовь к родине, это любовь к матери, любовь матери к своим детям. И везде его стихи настолько проникновенные, что, как говорят многие его почитатели, читаешь все это с дрожью в голосе и с мурашками по коже. Конференции предшествовал конкурс для школьников в соцсетях, где дети соревновались в выразительном чтении стихов на родном черкесском языке. Особо отличившихся наградили на мероприятии призами и подарками. Человек писал на двух языках, и когда вот вчитываешься, с огромным смыслом его стихи. И сегодня, когда мы приуроченной к этой конференции провели еще конкурс чтецов по его стихотворениям, участвовало более ста детей. Это очень приятно, когда столько детей участвовали, выучили его стихотворения. И вот они приобщаются к этой поэзии, к нашей черкесской культуре. Я вижу в этом большой плюс. В ходе работы конференции было принято решение о создании клуба юных черкесских поэтов и писателей Уссана имени Мухадина Бимурзова, а также проведение ежегодного конкурса учителей родного языка и литературы. Поэт всю жизнь посвятил исследованию языка, являлся автором учебно-методических изданий, инициатором первого экспериментального опыта на территории Карачаева-Черкесии по обучению школьников начальных классов на черкесском языке. Нам очень приятно, что эта конференция была посвящена нашему отцу Бимурзову Хадину Хамидовичу. Он всю жизнь свою посвятил своему народу. Поэтому я думаю, что сейчас он, видя нас, радуется. Вечер украсил музыкальное выступление творческих коллективов района. Фатима Даурова, Марина Кушпова, Ислам Урума, Вести, Карачаева-Черкесия, Хаббес. В ауле Эльбургана Базинского района состоялась научно-практическая конференция «Табуловские чтения-2021». Она проводится ежегодно. На мероприятии вспоминают ученого-сновоположника абазинской литературы Татлустана Табулова. В ходе работы конференции обсуждаются проблемы преподавания родных языков, обозначают пути их развития. Альбина Ламкова продолжит тему. Изначально в научно-практической конференции «Табуловские чтения» задействованы и дети. Ранее среди учащихся школ, в которых преподают абазинский язык, устроили конкурс чтецов. Итоги подвели на заключительном мероприятии, где и состоялась церемония награждения учащихся и их учителей. Глава абазинского района Руслан Кожев, приветствуя гостей, сказал, что с первых дней работы районная администрация сохранение абазинского языка ставит как одно из приоритетных направлений в своей деятельности. Ежегодно организаторами мероприятия выступает Международное объединение «Лошара», Карачаево-Черкесский государственный университет имени Умара Алиева и администрация Абазинского района. И при поддержке Министерства Республики по делам национальности, массовым коммуникациям и печати. Вспоминая его, изучая его труды, мы продолжаем его работу, продолжаем его дело. Ведь наше дело – сохранить народы нашей республики, сохранить их языки. Наше министерство со своей стороны делает всё необходимое или хотя бы старается делать, чтобы помочь в этом деле. В работе конференции, посвященной известному просветителю-фольклористу, создателю алфавидов на абазинском и черкесском языках, основоположнику абазинской литературы Татлустанум Закиреевичу приняли участие учёные, педагоги, эксперты, специализирующие по языкам народов Карачаева-Черкесии. В ходе конференции обсудили проблемы преподавания родных языков в средней и высшей школе. Стараюсь всегда участвовать или в очном формате, или в заочном формате участвовать в работе этой конференции, потому что те проблемы, которые обсуждаются на этой конференции, они являются проблемами не только абазинского языка, абазинской культуры, но и наших народов Карачаева-Черкесии и России, потому что стоят одни и те же задачи. Это в первую очередь сохранение и развитие наших языков. На пленарном заседании были заслушаны пять докладов, и их тема вызвала оживлённую дискуссию в зале. В ходе обсуждения поднятых проблем были высказаны предложения, которые вошли в итоговую резолюцию конференции. Альбина Ламкова, Анжела Джебекова, Мухаммеда Шибоков. Вести Карачаева-Черкесия, Абазинский район. В Черкесии увековечили память сотрудников республиканского ДОСАФ Галима Кантемирова и Михаила Дылевского. Два класса ДОСАФ, которых обучают военноучётным специальностям, будут носить имена уважаемых земляков. Ветеран Великой Отечественной войны Галим Кантемиров стоял у истоков создания ДОСАФ республики. Руководил школой в Черкесске на протяжении 20 лет. Михаил Дылевский был преподавателем, воспитавшим несколько поколений достойных граждан. В торжественной обстановке к каждому из классов была прикреплена мемориальная табличка. В Карачаевске в Центре культурного развития имени Кайсена Кулиева осталась встреча молодёжи с группой путешественников под руководством чемпиона России по спортивному туризму Константина Мержоева. Экспедиция впервые в истории совершила прохождение беспрерывным способом вдоль для границ необъятной Родины. Какие цели и задачи были поставлены, и о том, как прошло путешествие по России, расскажет Карчабиджиев. Девять человек начали свой путь с города Сочи на велосипедах. Они преодолели большой путь до Мурманска. А оттуда на научно-исследовательском судне добрались до Владивостока. На машинах до Байкала, а после пешком 500 километров. Прошли весь хребет Большой Саян. И из города Кызыла, то, что находится в Тыве, снова пересели на своих железных коней и добрались до нашей республики. Десять месяцев пути, почти 35 тысяч километров пройденных дорог. Вы думаете, это произведение французского писателя Жюля Верна? Возможно. Но нет, это экспедиция вдоль границ нашей страны, которую организовал выдающийся путешественник, а также мастер спорта, чемпион России по спортивному туризму Константин Мержоев. Он путешествует на протяжении 30 лет. На его счету круглосветные трансконтинентальные экспедиции. В своем родном Краснодаре для детей он проводит кубанскую кругосветку вдоль границы. А на этот раз путешественнику пришла идея объять необъятную Россию и обойти ее границы. Как говорит Константин Мержоев, страна наша большая и интересная. В ней переплетено множество культур, прекрасная природа. И этим хотелось бы поделиться со всеми. Я был участником экспедиции, не руководителем. И, естественно, смотрел, наблюдал, учился. Все так, как это организуется. Она была одной из таких тяжелых и драматичных. Это была экспедиция хребет Черского, массив Буардах. Это в Якутии. Один из самых удаленных и опасных районов России. И, ну, я думаю, и мира в том числе. Вот. За время вот этой 30-летней работы разных экспедиций, в том, я еще раз повторюсь, в том числе организации кругосветных экспедиций, уже получается, что многое знаете. И получается, что на некоторые мелочи вы не обращаете внимания, которые казались раньше не мелочами. Также в экспедиции участвовала хрупкая, но ведь девушка, но сильная духом Елена Галко. Это ее не первый опыт в походах. С 16-летнего возраста она занималась спортивным туризмом на протяжении долгих 10 лет. С университета начались небольшие экспедиции на один или два месяца. Но как только она узнала о таком масштабном походе вокруг нашей Родины, то решила участвовать. Ведь, как говорит Елена, не каждый день выпадает шанс увидеть такие красоты. В Калининград мы, к сожалению, не попали, потому что калининградцы на нас немного обиделись. Но мы обязательно туда отправимся, уже, может быть, не в рамках этой экспедиции, а просто попутешествовать, потому что там очень красиво. Четыре основные задачи, которые должны были выполнить путешественники. Первая – это патриотическая. При экспедициях проводить встречи с молодежью и рассказывать о России и о том, где можно путешествовать. Вторая – социальная, третья – спортивная. И четвертая немаловажная задача – научная. Это сбор материалов. А после на основе этих материалов будут составлены статьи. Конечная остановка экспедиции будет в Сочи, откуда они ее и начинали. Харча Биджиев, Максим Долгов. Вести Карачаева, Черкесия. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе «События недели». Я благодарю вас за внимание. Пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будь с нами и до встречи. Новый год и пять восемь. 585 «Золотой» дарит много поводов для радости. Три по цене одного. 585 «Золотой». Дарите эмоции. Внимание! С 21 по 25 декабря распродажа зимних кожаных финских буховиков и курток в городе Черкесск, улица Горького 8, Центр развития предпринимательства. Свечи, подарки под елкой, диван, детский смех, в камине огонь. Вот и свершилось, о чем мы мечтали. Полон комфорта и счастья наш дом. Весь декабрь и для вас в салонах «Ангажемент» новый диван за полцены. «Ангажемент» – мебель, интерьерные решения. Мы знаем цену комфорта. Город Черкесск, улица Октябрьская, 392. Актовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест. Постельные принадлежности, одежда, дивантеки, полотенца и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Действуют новогодние скидки. При покупке до 100 тысяч рублей 10%, более 100 тысяч 15. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон 8-938-030-3050. Инстаграм «Жасмин Элит Текстиль» 0-9. В эфире «Радио России» Город Черкесия. «Радио России» расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – радио России. Настраивайте «Радио России» Карачаева Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах. «Радио России» «Радио России» «Радио России» «Радио России» «Радио России»